ДНЕСТР ТВ Об этих и других событиях более подробно. Прошедшую субботу в Бендерской центральной библиотеке состоялось собрание ряда общественных организаций. На встречу побывала и наша съемочная группа. У нас в городе не установлен памятный знак с изображением герба города и текстом указа. И ряд еще мероприятий, которые должны обращаться. Поэтому такое письмо я написал, но я хочу поддержку. И написал главе госадминистрации о том, чтобы этот указ президента Шевчука был выполнен в полном объеме, как положено. 26 февраля в Бендерах состоится встреча горожан с министром здравоохранения. Встреча пройдет в формате вопрос-ответ. Какие вопросы хотели бы задать бендерчане министру, мы узнавали на улицах города. Вы бы вопрос могли бы задать министру или хотели бы, что касается здравоохранения средств? Меня пока не все устраивает. Какие вопросы? О дорожании этих препаратов, всех лекарств, все дорого. Пенсионеру тяжело очень покупать. Все дорожает, все дорожает. С каждым днем. Если будет, то зададим такие вопросы. Я, например, очень редко хожу в кроссе. Я им не доверяю просто. Во-первых, оборудование в соответствии всех стандартах у нас. И лекарства дорогие. Это само собой понятно. Потому что простому человеку лечиться лучше не заболеть. Лекарства пусть проверяют. Потому что такие некачественные лекарства, препараты продают, что просто кошмар. Надо контроль строгий установить в этом плане. Если честно, у нас вообще медицины как таковой нет. Все те, кто учится или более нормальные врачи, давно уезжают. Кто в Канаду, кто в Россию, кто в Москву, кто куда. Потому что здесь нет никакой основы. Если пойдите в поликлинику, там вообще, там не то, что ты придешь с кашлем, тебе выпишут таблетки от чего-нибудь другого. Я с этим сталкивалась часто. Я теперь в поликлинику стараюсь не ходить. Самый болезненный. Инвалидам первой группы лекарства, чтобы были бесплатные. О бесплатном лечении и также о открытии каких-то новых центров, где можно обследоваться и взрослым, и детям. Чтобы все было в одном месте, компактно и на высоком уровне. Чтобы было оборудовано все современными аппаратами. Я инвалид второй группы, да. И меня, конечно же, волнует вопрос был такой. Насчет лекарств. Много надо лекарств. Я покупаю, очень много трачу денег на лекарства. И хотелось бы узнать, будут давать инвалидам. Ну там бесплатно или как-то по сниженным ценам. Лекарства очень дорогие. Да. У людей пенсии маленькие. Не могут покупать лекарства. Очень дорого все. Покупая дешевые, они никакого эффекта не дают. То есть ставить вопрос так, чтобы дорогие лекарства стоили просто дешевле? Да. Дешевле, чтобы лекарства проверялись. А то просроченные. Много просроченные. Поэтому никакого эффекта нет. Я лично, инвалид второй группы, хотела задать вопрос, почему лекарства, которые нуждаются в такими заболеваниями, как сердечная астма, диабет, очень мало лекарств в соцаптеках. Вот этот я хотела, больной вопрос задать. Ну, здравоохранение, ну, чтобы, не знаю, запретили курить в общественных местах, например. На очередном заседании комитета по вопросам образования, науки и культуры законодатели рассмотрели проект закона, направленный на более полное обеспечение конституционных прав на образование граждан, находящихся в местах лишения свободы. В Приднестровской и Молдавской республике, как и в каждом государстве, к сожалению, есть люди, которые приступили закон. Естественно, по решению суда попадают в места, где проводятся, скажем так, испытательные с ними процедуры, соответствующие и в тюрьме, и в каком-то ином месте. И не всегда эти люди имеют образование даже общее. И мы считаем, что эти люди, какое бы преступление ни совершили, за исключением того преступления, за которое им суд определил пожизненное заключение, имеют право, а государства должны создать возможность на получение или общего, или профессионального образования. Парламент Приднестровья отложил рассмотрение вопроса о параллельном хождении российского рубля в республике. Напомним, что законопроект, предусматривающий параллельное хождение российского рубля на территории Приднестровья, на прошлой неделе был одобрен профильным комитетом по экономической политике, который рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Есть инициатива депутата Семченко, она достаточно имеет длительный срок, она датируется 2009 годом, и наконец-то комитет по экономике ее рассмотрел, принял по данной инициативе положительное решение. Речь идет о параллельном хождении, параллельном обращении наряду с Приднестровским рублем российского рубля. В то же время мы сегодня приняли решение не рассматривать 27-го на пленарном заседании данный вопрос, в силу того, что пока мы еще не имеем окончательного видения данного вопроса правительства, то есть нет заключения правительства, нет заключения президента, нет заключения Центрального банка. Естественно, с нашей точки зрения еще в процессе обсуждения мы пришли к тому, что одним из главных фигурантов, скажем, при рассмотрении данного вопроса является Центральный банк Российской Федерации. Поэтому мы предполагаем буквально в начале следующей недели провести соответствующие консультации с Центральным банком, с правительством, с представителями президента. И я думаю, что мы намеренно еще сделаем такой шаг, как направим в Центральный банк Российской Федерации соответствующее, скажем, письмо, опишем ситуацию, которая складывается, и чтобы мы увидели их видение. Почему это нужно? Потому что вопрос финансовый, знаете, это вопрос очень тонкий, вопрос, от которого зависит финансовая, как говорят, кровеносная система государства. Поэтому она должна не подвергаться каким-то сбоям. И для того, чтобы в конечном итоге мы приняли оптимальный, наиболее эффективный вариант, я думаю, что мы проработаем еще раз этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами, и в конечном итоге я надеюсь, что мы примем положительные результаты и разработаем оптимальную модель. К другим новостям. Питер Девит, гонщик из ЮАР, чудом выжил в аварии во время гонки, проходившей в австралийском городе Перт. На последнем круге рейсер разогнал свой автомобиль до 438 км в час, однако в результате технической неполадки у него отказал тромозной парашют, и автомобиль на огромной скорости врезался в песчаную ловушку. Французский археолог Тиири Жамен уверяет, что близок к обнаружению сокровищ инков, скрытых в одном из древних городов на территории Перу. Специальное электромагнитное оборудование позволило группе обнаружить замурованную скрытую комнату, которая предположительно была построена в 15 веке. Исследователи считают, что за стенами может скрываться могила 9-го правителя империи инков, Пачакути Юпанки. Узнав о предположениях Тиири Жамена, местные власти приостановили работы археологов. Археологи уверяют, что используемое ими оборудование совершенно точно не только зафиксировало наличие скрытых за стенами комнат, но и определило, что внутри находятся некие материалы из цветных металлов, скорее всего, из золота и серебра. Новости от ученых из Оксфордского университета. Они сообщили, что разработали модель автомобиля, которому не нужен водитель, а нужен айпад, который есть у этого водителя. Автомобиль управляет особое приложение, созданное специально. Сам айпад размещен там, где обычно находится приборная доска. По словам профессора Пола Ньюмана, робот может прекрасно справиться с управлением и будет это делать с гораздо большей аккуратностью, чем Homo sapiens. Автомобиль назван робот-кар. В качестве опытного образца была использована серийная модель автомобильного концерна Nissan. Это были все новости на сегодня. Я прощаюсь с вами до следующей встречи. И только приятных вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова